Тайны святых Великий жупан соединил под своей властью враждующие племена. Стефан, так звали правителя, торжественно принял крещение по православному обряду, усердно строил церкви и монастыри, был великодушен и нищелюбив. У него было несколько детей, но потом долго никто не рождался, и они с женой дали обед. Если родится третий сын, остаток жизни провести в чистоте телесной. Родился сын. Семнадцати лет он тайно ушел на Афон и принял там монашество, Савва. Между отцом и сыном происходит как бы любовное состязание. Отец, горюя, умоляет сына вернуться, но сын зовет его к себе. Молитвенно взываю к тебе, пишет он отцу. Ты устроил великое государство и апостольски подвязался в нем. Проявил свое страннолюбие и милосердие, но теперь оставь все красное мира и последуй моему примеру, так же и мать моя. И отец отказался от власти и постригся сначала в Сербии, передав престол старшему сыну, и затем отправился на Афон. Там отец и сын подвязались некоторое время, и умер отец. Через год Господь прославил властителя ради любви к Богу, бросившему свое царство. Во время утренней мраморный гроб Симеона, его иноческое имя, исполнился благовонным миром, которое текло из него ручьями и все исполняло благоуханием. Старший брат, правитель Сербии, не в состоянии справиться с междоусобной войной, звал Савву на родину. И прибыл Савва, неся торжественно прославленные останки отца. И с этого времени все изменяется в Сербии. Сначала простым иноком, потом первым архиепископом сербским. Савва благостно преобразует родину. Двенадцать любимых его учеников-епископов проходят по всей стране и везде несут мир, правую веру, благоденствие. Великий свет струится от Саввы не только по всему государству, но проникает и в соседние земли. Все враги покоряются любовью. Когда угорский князь Венгрия собирается войной, Савва приходит к нему. Сначала убеждает словом, потом творит чудеса. И злобно настроенный князь угорский не только прекращает вражду, но поучается у Саввы и становится тем королем Владиславом, которого в Венгрии доселе считают святым. И текут счастливые времена Сербии, нет событий. Царит тишина праведности. Никто не хочет оскорбить память своего святого князя и огорчить любящего архиепископа. Вспомним еще непонятную для последующих веков исполненной любви встречу Карла Великого и Папы Льва Третьего в Риме в 800 году. Как поверглись они друг перед другом низ, горя благодарности и счастьем взаимного служения Христу, которого любили всем сердцем. Это не были прославленные святые, но время было святое. Великий христианский король распространял христианство до пределов земли. Германские дикари приносили на лоно церкви горячую веру. Был век чистосердечия, глубокого покаяния, детской набожности. Хотя неканонизированный Карл долго жил в памяти народа как святой. Еще иное время высшая католическая иерархия вступала на мрачный и безумный путь. Приказывала во имя истинного учения Христа пытать веру, истязая людей утонченными пытками и сжечь всех непокорных. Тогда среди народа появляется великий святой, сияющий любовью не только к людям, но ко всей твари земной, даже к деревьям, цветам и камням. Ко всему сотворенному Богом. Он покорен церкви и всюду проповедует святое послушание. Однако живет не тем, где земной церковный престол, а бродит среди народа. И куда бы он ни пришел, сказано в летописи, у священников становилось весело на сердце. Колокола звонили, мужчины радовались, женщины ликовали, мальчики хлопали в ладоши. Одни из них влезали на деревья, чтобы видеть святого среди огромной толпы, всегда окружавшей его. Другие устремлялись к нему навстречу с хвалебными песнями. И в другом месте летописи. Бежали мужчины, бежали женщины, спешили священники, чтобы видеть и слышать Божьего святого. И вся Италия, и за ней весь мир озарился светом солнца любви Христовой. И память о нем, как о неизреченном счастье, как об истинном образе Христа, остается навсегда. Святого Франциска ласково звали Беднячок, но все сердца, видевших его, исполнялись блаженством любви. Вот не героически, а святые времена истории святости. Господь дает крылья обтекать мир. И чудесный свет сияет целым странам, и мы видели славу его. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но скудеет любовь, благочестие обращается в привычку, ползет лицемерие. Худые помыслы гнездятся в сердцах, и дух уводит новую тварь в пустыню. Святые могут жить и среди общества, но вид их становится более суровым, как бы неприветливым, иногда отталкивающим. Между мирским обществом и святыми вырастает некая стена. Господь не разрешает своим верам свидетелям посещать братьев в миру запросто. Святые как бы уходят в себя. Две их теле не только притворены, но часто бывают заперты наглухо. Среди тяжких аскетических подвигов праведники молятся о братьях-христианах. Своей жизнью являет противоположность миру. Один из главнейших подвигов — безмолвие. Как бы уже в неприступной, но все еще видимой дали, горит и поддерживается свет Христов. Многие все имеют чудесные дары прозрений, исцелений, но все реже слышно о чудесах. Святые, но охотно исполняют просьбы об исцелениях, редко о позволении их повидать. Вот типичный случай такого рода, древний Патерик. Однажды блаженный архиепископ Феофил с каким-то начальником пришел к авиарсению. Старец спросил их, «Исполните ли, что скажу?» И на их обещание исполнить сказал, «Если где услышите об Арсении, не ходите к нему». В другой раз старец ответил, «Если придешь, отворю тебе двери. Но если для тебя отворю, то и для всех отворю, и тогда уже не останусь здесь». То же самое и у нас в России в начале XV века. Святой Кирилл Белозерский пишет князю Юрию Дмитрию, «Извещаю тебя наперед, что нельзя тебе видеть нас. Оставлю монастырь и уйду, куда Бог наставит». Одна женщина, больная раком, искала Аву Лонгина и неожиданно встретила его самого. На ее вопрос, где живет Лонгин, Ава сказал, «Не ходи к нему, он обманщик». «Чего тебе нужно?» Женщина показала болезнь. Старец знаменов, крестным знаменем больное место, сказал, «Вступай. Господь исцеляет тебя, а Лонгин не может помочь». Женщина поверила и ушла. И вскоре исцелилась. К Аве Сесои пришел Мирянин, имея на руках мертвого сына. И он припал к ногам старца, а затем вышел, оставив отрока у ног старца. Старец же думает, что отрок кланяется ему, говорит, «Встань и иди вон». И тот же же он воскрес и вышел. Отец прибежал благодарить старца, но Ава Сесои, услышавши о чуде, опечалился, ибо не хотел, чтобы так было. Один человек, зная, что Ава Пимен откажет исцелить его больного сына, просил другого старца помочь ему. Толь, взяв на руки отрока, пришел в собрание старцев, где был чудотворец, подошел к самому младшему брату и сказал, «Знаменуй крестным знаменем отрока». И заставив всех по порядку знаменовать его, после поднес к Аве Пимену. Он же не хотел знаменовать, но все братья просил, и сделай, как и мы все. И вздохнувши, встал Пимен и помолился, говоря, «Боже, исцели создание Твое». И знаменавши его, исцелил вздохнувши. Значит, нет Божьего благоволения к творению чудес. Как бы натуга некое необходимое для этого дело. Почему так? Лукавое благочестие было очень радо близко общаться со святыми, но вместо пользы такое общение приносит только вред. Легкомысленные люди, погрязшие в свете мира, забывают о страшной ответственности, дерзающего беседовать с Духом Святым без глубокого сокрушения о своих грехах. При отсутствии насилия со стороны святых, ибо Господь дает свободу и никогда не приводит к себе невозжелавшего, Божьи глаголы, невоспринимаемые сердцем, превращаются в пустыню слов. Встреча людей Божьих и людей мира сего становится мукой для первых и приятным развлечением, одними из многих развлечений для других. В эту эпоху в населенных местах появляется особый род святых, юродивых во Христе, своим поведением, нестерпимым для общества. Юродивый лишает возможности встречных вступить с ним в обычные человеческие отношения. Юродство, как броня, защищает исполненной любви и радости во Христе, внутренний мир блаженных, от льнущего к Божьему человеку сластолюбивого общества. Однако благодатная сила любви, действующая в святом, производит глубокое впечатление на встречных, еще не вполне утративших истинное благочестие. Сердца содрогаются при виде Христа, глянувши на них через юродство, и спешат покаяться и вернуться к любви. Непростые, трудные отношения между новой тварью и людьми мира сего, в изображаемую нами эпоху, являют как бы видимый образ той пропасти, которая начинает разверзаться между царством Божиим и царством мира сего. Однако эта эпоха принадлежит еще к доброму, хотя и не святому времени в жизни народов. Свет Христов не в полной тьме, святые еще видимы на земле. Люди верующие знают, что где-то живут великие святильники Божии. Время от времени миряне глубоко задумываются, начинают стыдиться своей суетной жизни. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Удрученный ношей крестной, в рабском виде царь небесный. Разгорается злой пламень, походливая Марьева объемлет души. Люди жаждут одних наслаждений и ненавидят все, напоминающее о кресте. Между тем, праведность святого как бы вопиет ко всем ближним о необходимости отказаться от греха и принести покаяние. Видимая праведность мешает свободе греха. И постепенно ожесточаясь, люди начинают злобиться на праведников. Тогда Господь тушит свои святильники. Нет ни подвигов, ни великих даров. Учителя забывают о цели христианской жизни, и неслыханным делом кажутся чудеса, ибо все это стало бесполезным. Свет Христов прячется в глубине душ. Верные свидетели не имеют никакого отличия, кроме креста житейского, ставшего непосильным. Стерца их горят христовым состраданием к братьям, но они бессильны помочь им, как бессилен агнес среди тех, кто ничего не ищет, кроме наслаждений. Не чувствуя теперь в праведника силы Божией, мир людской изливает на них свою злобу. Грешные высмеивают праведников. Апостолы на земле, еще не просвещенные светом Христовым, были странники, всюду несущие благую весть. Святые в мире, потерявшие Христову любовь, странники отовсюду изгнанные и презренные. Злой мир радуется их унижению, а бесчисленное количество малых сих, соблазненных антихристовым духом, мучающим церковь, не могут найти своих спасителей, ибо ослеплены страшным дурманом жизни мира сего. Труд этих святых самый тяжкий, долготерпение, нескончаемое терпение без просвета. В Апокалипсисе сказано, что когда Агнис снял пятую печать, то святой Иоанн услышал, как души убиенных за свидетельство Божие громко взывали к Богу, «Да коли, Господи, не судишь землю!» Но им сказано, чтобы они успокоились, пока и сотрудники, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Мы, живущие в исходе второго тысячелетия христианской эры, видим, как долго длилось и продолжает длиться это дополнение числа, замучиваемых злобой мира святых. В них живет Христос, удрученный крестной ношей, вновь и вновь распинаемый в лице Его меньших братьев на земле. В рабском виде Царь Небесный. Свидетели верные. Церковь, утратившую совершенство, охлажденная отсутствием любви настолько, что она не может рождать духовных. Господь, как мы говорили, по чудесной Своей милости посылает духовных, священников по чину Мелхиседека, верных христовых свидетелей, продолжать дело тех, кому Он сказал при Своем вознесении на небо, вы будете Мне свидетелями Иерусалима и даже до края земли. Кого из членов церкви Господь избирает на апостольское служение? Можно ли ответить всех самых лучших? Мы видели, что две безвестные женщины по своей жизни и как бы ничем не выделявшиеся, были указаны Макарию Великому как более близкие Христу, чем Он, прославленнейший избранник Божий. Нужно думать, что Господь избирает тех из достойных, кто по своим качествам наиболее подходит к служению в данное время церкви. Бог видит сердца людей до их рождения и находит тех, кто ему необходимы. Еще в утробе материнской избирает своих верных свидетелей. В жизни, в действиях Божьих людей, явленных в Церкви долготерпения Христова, Церкви иерархического строя, замечаем некоторые особенные черты. Непреодолимая благодать. Божий свидетель, конечно, не может грешить. Однако мы знаем, что только в Церкви великой благодати членом усваивается чудная способность не грешить. Иоанн говорит, всякие рожденные от Бога не грешит. С отходом великой благодати члены Церкви, незащищенные любовью друг к другу, все снова подпадают греху. И вот избранным на служение Богом дается особая сила, избавляющая их от роковой необходимости грешить. Апостол Павел говорит об этом так, и кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Оправдал, значит, простил грехи, которые могли бы совершить призванные на служение, и дал чрезвычайную защиту. Василий Великий говорит, чтобы более, нежели ясно, видеть, что значит быть под защитой, объясним следующим примером. Кого нибудь ищут враги, а свои охраняют ее в таком доме, который трудно найти. Надо на себе представить, что нечто подобное бывает со святым, когда покрывает его это божественное облако, чтобы он не впал в руки врагов. Под божественным облаком, разумеется, то светлое облако, которое окружало учеников при преображении Господа. Толкование на Исаию, 4-5. Макарий Великий говорит так. Для облеченных Духом Святым, если наступает брань от вне, делать прирожение сатана, то внутренне ограждены они Господней силой и не тревожатся при нападении сатаны. Добротолюбие, 13-275. В Откровении Святого Иоанна находим следующее образное выражение. Дракон, дьявол, грех, стал перед женою церковью, чтобы пожрать, соблазнить ее младенца. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. Святой Андрей Кисарийский так изъясняет этот образ. Святые дитя церкви во время искушения восхищаются, то есть как бы вырываются из страстных объятий мира сего, чтобы не были освобождены нападениями свыше сил. У Симеона Нового Богослова читаем следующие строки. С того времени, как Адам стал рабом греха, все люди до скончания века рабы суть, кроме тех, которые освобождены бывают Христом. Слова Симеона Нового Богослова 1.61. И русский недавний праведник Иоанн Кронштадтский обьян Кронштадтскому будем говорить во втором томе. В его святости тоже сообщает о себе, «Благодарю Тебя, Господи, за непорочную жизнь мою, хотя каждый день соблазнял и томил меня грех, и я непременно совершил бы его, но Ты хранил меня всегда, как зеницу ока». Это не есть превозношение, а сознание своей призванности Богом на особое служение ближним. Бог дает своим избранникам ясное сознание своего призвания, с которым соединена чрезвычайная трудность креста, крест святых. Как сказал Господь Ананий про Савла, будущего апостола Павла, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Чтобы образом представить себе состояние святого, защищенного особой благодати, приведем изумительное свидетельство по этому поводу Симеона Нового Богослова. «Но мерзкие деяния и сладострастные желания ты изгладил из сердца моего, Боже мой, и ненависть в них вложил в мою душу. Хотя произволением своим я и принадлежал к ним, но ты делал так, что или желания мои были неисполнимы, или, напротив, действия мои нежеланными, что было величайшим, конечно, чудом. Много-много раз, когда я и склонялся уже волей к этим вещам, сам-то не попускал состоять соизволение моему на что-либо из этого гимна Симеона Богослова 39. Такую сверхъестественную помощь, когда Господь чудесно останавливает человека на самом пороге падения, не дает грешить, вполне допустимо назвать непреодолимую благодатью. Это удачное определение благодати святых принадлежит святому Августину. Ему выпало на долю опровергать неверное учение Пелагия, который утверждал, что человек собственными силами может успешно бороться с грехом и достигать праведности. Опыт собственной жизни, говорил святой Августину, обратное. Известно, что он молодости вел разгульную жизнь. Но наступил момент призвания, и Господь дал своему избраннику силу оставить все старое и облечься во все новое. Чудесные изменения и последующая с Божьей помощью праведная жизнь воочию раскрыли перед Августином бесконечную силу Божьей помощи и немощь человека. Оттого он и мог так ревностно бороться с пелагианской ересью и свидетельство перед Церковью Божией истину. Господь, конечно, знает, какого свидетеля верного и когда послать на защиту правой веры. Итак, непреодолимая благодать есть чудесная помощь избранникам Божьим тайно, призванным починуть царя Мельхиседека на апостольское служение в церкви иерархического строя. Пояснение. У некоторых православных почему-то принято думать, что святой Августин учит о предизбрании Богом некоторых людей ко спасению, ибо таим-то и дается непреодолимая благодать. Между тем, святой Августин, конечно, говорит лишь об избрании для верного свидетельства в церкви земной. Иное понимание учения святого Августина прямым путем ведет к мрачному сектантству Кальвина. Одних Бог избрал ко спасению, а других к гибели, похуление Божией любви к человеку. Безумие проповеди. Благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих, так как мир не познал премудрости Божией. Не познал премудрости. Не был в состоянии прибыть в том совершенстве, жить царственным священством, какое принес день Пятидесятницы. Не устояли в любви, поэтому потеряли духовность, премудрость Божию. Опять погрязли в мудрости века сего. И вот безумие проповеди. Иудеи требуют чудес, еле наищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. В главе об апостоле Павле мы свидетельствовали, что во многом этот апостол непонятен в своей эпохе. Руководимый Духом Святым он говорит часто для отдаленнейших времен церкви, сам даже не подозревая о двухтысячелетней ее будущности. И, конечно, был прав апостол Петр, сказав, что в Писаниях Павла есть нечто неудобово и разумительное, конечно, только для их времени. Что значит проповедовать Христа распятого? Это значит прежде всего, что проповедник сам распят, в нем живет распятый Христос. Но можно ли сказать о первом веке христианства, что тогда кто-либо из проповедников в жизни был распят? Не говорим о двенадцати, которые проповедовали Христа воскресшего, радость совершенную. Но разве сам апостол Павел был распят? Правда, он перечисляет свои многосисленные заключения, что был всегда в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Однако умея жить и в скудости, умея жить и в изобилии, научился всему быть в сытости и терпеть голод. И разве Павел избегал творить чудеса? Даже пояс его совершал чудеса? А проповедь Евсей, первый историк в церкви, пишет, Павел мог говорить о бесчисленных и таинственных предметах. И, конечно, говорил, но он не предал письму ничего, кроме весьма кратких посланий. После апостольского века церковь все более и более скудеет небесными тайнами, великими откровениями. Если духовные дары к третьему веку предмет неизвестный, то что сказать о том состоянии святого Павла, которое он знаменует так? Не видел глаз, не слышало уха, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам, то есть Павлу духовному, Бог открыл духом святым, ибо дух все проницает и глубины Божии. Какая пропасть отделяет последующее христианство от этого изобилия духовного осияния церкви? Ведь даже из того немногого несокровенного апостольской проповеди, которая дошла до нас в посланиях, мы мало что разумеем, ибо это было изъяснение недоразумений, возникавших в общинах, в каком, например, детском разумении пребывает наше церковное сознание в вопросе об антихристе, а слушатели Павла знали все. Не договаривая и второе в чесовникийцам, апостол замечает, вы знаете об этом, находясь у вас я говорил вам сие. Апостол призывал к стяжании духовных даров и чтобы всем пророчествовать. Жизнь была напоена духовной радостью. Безумием проповеди век апостольский следует признать только необходимость после воскресения Христова и вселения во всех Духа Святого снова обращать взоры мира на распятие Христа. Как бы предупреждать, не давайте среди радости вашей, что Христос был распят за нас и не давайте миру сему овладевать собой. С течением времени проповедь Христа распятого становится настойчивее, углубляется и, наконец, действительно становится безумием проповеди. Рассмотрим это постепенное углубление проповеди Христа распятого. Век христианских мучеников, взоры всего христианского мира были обращены на исповедников. По верному мнению историка церкви Болотова, мученичество есть продолжение апостольского служения в мире. В чем же заключалась их проповедь, безумие проповеди? Прежде всего установим правильное понятие о мученичестве во время гонения от язычников. Было ли обязательно для христиан стать мучеником, то есть самому явить и объявить себя христианином, чтобы претерпеть крест страданий? Как общее правило, нет. Мы видим святых, которые скрываются, даже стараются скрыться, по крайней мере до времени. Святые Поликарп, Киприян, Дионисий Александрийский. Например, о Дионисии известно. Дионисий был арестован, когда покидал город, но был отбит у стражи преданными ему поселянами, которые увели его в безопасное место. Обозначало ли это их малодушие? Нисколько. Они не получили мановения Духа Святого на подвиг мученичества. Некоторые совсем остались невредимыми, других убили позднее. Вообще не следует думать, что тех, кто успел вскрыться, кто не был найден, грешнее тех, кто оказался в тюрьме или даже был убит. Мы не знаем промысла Божия. Быть может, тем, которые не были в тюрьме, было это полезнее, могли бы ожесточиться. Также те, кто исполнили повеление правительства и принесли жертву богам, а потом покаялись, быть может, страх и стыд, которые они испытали, было достаточным для них испытанием сообразным силам. Суждение по признаку героизма есть суждение мира сего. В христианстве Дух Святой руководит людьми. Христос ищет не героев, а милостивых в жизни. И не все, которые подверглись мукам или умерли в тюрьмах, суть тех, кто явился преемником апостольского служения. Проповедниками Христа распятого, свидетелями верными, следует почитать тех, кого Господь особо прославил во время мученичества, на ком показана сила Божия, и кто явил себя любящим, когда народ стал славить их. Всем известны чудеса Божьи при мучениях святого Георгия Победоносца и других великих святых. Но вот в Галлии царствование Аврелия среди многих мучеников отличалась блондина, через которую Христос показал, что по наружности слабое удостаивается великой славы от Бога. Между тем, как мы все боялись за блондину, да и самая госпожа ее по плоти, бывшая также среди мучениц, опасалась, что по телесной своей немощи блондина не найдет себе смелости даже для простого исповедания. Но она исполнилась такой силы, что мучители ее, сменявшие друг друга и всячески мучившие ее с утра до вечера, наконец утомились из немогли и признали себя побежденными, потому что не знали, что с ней уже и делать. Они свидетельствовали, что и одного рода пытки достаточно было бы для ее смерти, а их была масса жесточайших. Но блаженная обновляла свои силы исповеданием «Я христианка, у нас нет ничего худого». Эти слова служили ей подкреплением, отдыхом и облегчением в муках. После первых пыток через много дней она вместе с другими была выведена на общественное зрелище сражаться со зверями. Блондина была повешена на дереве и отдана на съедение. Вися в виде креста, она пламенной своей молитвой вдохнула в подвижников великое мужество. Никто из зверей не прикоснулся к блондине, и она снова была заключена в тюрьму. Ее уводили на все мучения христиан, чтобы она видела их и наконец умертвили. Скажем еще о других, как свидетельствует о них Евсеи в слове, о том, как боголюбезные мученики принимали падших во время гонений и заботились о них. Они превозносились над падшими, но имели материнское о них попечение. Они всех защищали и никого не обвиняли, всех разрешали и никого не вязали. Хотя они однажды или дважды многократно были мучимы и на всем теле носили обжоги, рубцы, раны, однако не позволяли называть себя мучениками и негодовали, когда их так называют. Безумие проповеди мучеников заключалось в том, что их страдания были чудом, мука их преображалась в славу Божию. Господь утверждал через их сверхъестественное мужество «Я Есим» и через доброту их возглашал «Я Есим пастырь добрый, мученик свидетель верный, являл собой образ живого, распятого, любящего Христа». В этой проповеди еще все-таки не было настоящего безумия, ибо естественно было со стороны малых сих проникать с жалостью и любовью к обижаемым злыми людьми страдальцам, и видеть чудеса и силу Божию явленную в исповедниках, веровать в того, ради кого они страдали. Безумие проповеди Христа распятого стало необходимым не во время гонений, а во время благоденствия церкви, когда христианство сделалось по меткому выражению государственной власти господствующей религией. Апостол Павел конечно более чем удивился бы, если бы ему сказали, что проповедь, которую он назвал безумием, теперь облекается в крайнее самоистязание проповедников. Другие апостолы, если бы им сказали, что для успешной проповеди о Христе необходимо стоять всю жизнь на столпе вышиной в 26 аршин Семен Столпник или зарыться в мрак пещеры и о пещерской лавра, вероятно, нашли бы это более чем неудобно в разумительном. А однако духовные плоды любви столь безумной проповеди свидетельствуют с несомненностью, что проповедники поступавшие так поступали свято, то есть по внушению Духа Святого. Самое истребление человека как бы ради Христа, слушается только ради ближних, вызывает к нему великие симпатии христиан, на нем сосредотачивается внимание церковного народа. До 32 лет от рода Семен Столпник V век скитается по различным монастырям и всюду ищет наиболее тяжких подвигов, пугает и раздражает монаха в жестокости своих самоистязаний. Пальмовым канатом под одеждой так стягивает свои чресла, что врезавшись в тело канат образует гноящиеся зловонные раны, скрывается в глубокой высохшей цистерне, так что монахи, чтобы не дать ему погибнуть от голода, должны были вытащить его насильно, приковывая себя цепью к скале, когда по повелению епископа с него сняли цепь под кожаным подкандальником, нашли целые гнезда хлопов. Наконец, 32 лет Семен сходит на стоп и постепенно возвышая его доводит до 26 аршин. Здесь он стоит всю остальную жизнь. 37 лет. Его никто не видел там сидящим или отдыхающим. Стоит на молитве всю ночь и весь день, кланяясь, касаясь лбом пальцев ноги. От этого было сломано три спинных позвонка. Скудную пищу вкушает раз в неделю, а в четыре десятницу не ест ничего. Но на три часа к вечеру Семен сходится с толпа внутри ограды. Всегда ожидает его многочисленная толпа. Он назидает, выслушивает, творит чудеса, утешает. Для людей он всегда доступен, сладостен и приветлив. Семен светит со своего столба во всю землю и к нему приходит отовсюду. Многие из крайних пределов запада, испанцы и британцы и галлы об Италии говорить излишне. Деньное чудо вселенной узнали персы и индейцы, эфиопы и даже доскифов. Со своего столпа он пишет послание императорам епископам. Императоры просят его присоединиться к решению соборов. Ему жалуются бедные люди на угнетателей, а он приводит к раскаянию обидчиков. Кто непослушен терпит чудесные наказания. от святого. Когда столпник умер, все обижаемые плачут о нем, как об исчезновении своего спасителя. Если взглянем на план древней Киево-Печерской лавры, ее пещерное житие, видим удаляющийся вглубь, как бы сердце земли, сложные переходы с боковыми коморками, кельями. Здесь отказавшись от солнца и воздуха, трудились Антоний и Феодосий и многие другие святые подвижники. Даже церковь была где-то в подземелье. Только через 25 лет поставили небольшую деревянную церковь на горе, но сами продолжали жить в пещере. Но когда и кельи были выстроены на воздухе, жизнь монастыря оставалась глубоко замкнутой в ограде. А святой Антоний даже начал копать новые пещеры, которые зовутся теперь Антониевыми, старые Феодосиевыми. Один из подвижников не только обрек себя на пещерную жизнь, но еще и закопал себя по грудь в землю. Это было на Руси в 11 веке. В 12 веке на западе во Франции святой Бернард из Клерво так жестоко постился, что уничтожил себе самое желание пищи. Приятие ее вызывало в нем отвратительные ощущения. Наконец он спал в болезнь мучителя для него самого и тяжелую для окружающих. Его друг епископ Шампо спас Бернарда, заставив силу монашеского послушания лечиться и сделать все умеренным в посте. Бернард однако довел себя до такого омертвения внешнего чувства, что утратил способность различать пищу по вкусу. До такой степени Бернард мог погружаться в самого себя, что однажды, когда с товарищем ехал долгое время по берегу Женевского озера, был кем-то спрошен, как ему нравится вид на озеро, с неудоумением проговорил, какое озеро, где оно. но чем больше Бернард преуспевал на пути аскетизма, тем более росла его слава и тем выше становился его авторитет в мире. Настоятель бедного монастыря он сделался духовным вождем своих современников. Всеми был почитаем как божий человек. В годину тяжелых испытаний русской земли в начале семнадцатого века, выразившихся в смутном времени, когда иностранные летописцы оповещали о совершившейся гибели России в почти непроходимых лесах, подвязался Иринар Болисоглебский. Его подвиг можно назвать ужасным. Он приколил себя к стене железной цепью сначала в три аршина длины, но постепенно увеличивая цепь, довел ее до шестнадцати сажень, и вместе со ста сорока двумя железными крестами, которые он носил на теле, она весила девять пудов с лишним. Иринар предсказал блаженный Иоанн, даст тебе Бог научать людей от востока и запада и на племеннике прославит тебя более верных. За пьянство и разврат Бог нашлет на Россию врагов, но они не повредят тебе, а преклонятся перед тобой. Какой великий смысл предсказания! Наша русская история всячески поносит поляков за их набеги в смутное время. Между тем, именно поляки воздали почитания Божьему избраннику на Руси большее, нежели православные. То есть они были ближе к Богу, чем русские этого времени. Пояснение сравнительно записки Аврааме Палец Киларя Сергиевой Лавры. Россию терзали свои более, нежели инопременные. Не было милосердия. Взятый в блеск плен поляк иногда находил в них жалость и уважение за его верность. Но русские, приставшие к полякам, называли их зато слабыми женщинами. Всех твердых и добродетельных предавали жестокой казни. Видя такую неслыханную злобу, поляки содрогались и говорили, что же будет нам, если русские и свои губят с такой лютостью. Летопись о мятежах 32-47. Действительно, при нашествии поляков вождь их Сапега, посетив Иринарха, сказал, благослови, батько, как терпишь ты муку такую. Он выдал обители некоторую сумму денег и запретил тревожить Иринарха. Неизвестны, конечно, нравственные последствия посещения поляками Иринарха, ибо как узнать веяние Духа Святого на сердце и жизни людей. Однако, известно, что через три года при вторичном нашествии поляков один из панов явился к Иринарху с известием, что его предсказание Сапеги «если второй раз пойдешь на Русь, то погибнешь». Сбылось. Он убит при втором посещении Москвы. Из уважания Киринарху поляки в этот вторичный поход обошли Ростов. Какое значение имеет для христиан самомучительство святых, аскетизм, доходящий до уродства? Это Дух Святый образно говорит с народом христианским. Люди опутаны чарами великой блудницы, увлечены в неистовство плотских вожделений. Все позабыли о необходимости внутренней борьбы. Но еще нет атеизма, который впоследствии придет на помощь блуднице и окончательно помрачит сознание христианских народов. Еще в сердце верующего где-то в самой глубине шевелится мысль о неправедности его жизни. И вот внушением Духа Святого свидетели верные призываются к тому, чтобы разогреть эту мысль. Возводится горе подвиг борьбы с самим собою. Чудовищность подвига привлекает всеобщее внимание. Христианин начинает стыдиться своего нечестия и борясь с самим собою, трезвясь, старается вырваться из объятий жены, которая яростным вином блудодеяния своего наполняет человеческий мир. возраст призываемых все Богом призываемые на особое служение предузданы и оправданы до своего рождения. Римлянам 8.30 Как говорит апостол Павел, Бог избрал меня от утробы матери моей. Однако не все призываются в одном и том же возрасте. Многие некоторые часть жизни как бы предоставлены самим себе. Бог до времени допускает им ходить по своей иногда очень грешной воле. Здесь особый промысел Божий. Приведем примеры различного начала святости. Святой Иоанн предтеще приветствует мать Христа еще в утробе матери своей. Взыграл младенец радостно в очреве моем сказала Елизавета. Также Сергий Радонежский будучи еще в утробе матери три раза громко скрещал в храме во время литургии при выносе святых даров. Святая Иоанна Лазаревская с первых дней детства подолгу молилась, творила колено преклонения. Посту поклонов и больше налагала на себя строгий пост. Блаженный митрополит Иларион, умерший в 1164 году, младенцем трех лет пел свят, свят, свят Господь. Святая Бернадетта двенадцати лет удостоилась чудного видения Пресвятой Богородицы, являвшейся в течение девяти дней на берегу небольшого ручейка, хотя присутствовало много людей, но никто не видел Девы Марии, кроме отраковицы. Бернадетта стала духовной строительностью всемирной святыни Лурда, ибо Господь дал ей благодатную силу убедить всех, что необходимо на месте ее видения поставить алтарь для поклонения. Святой Алексей митрополит Московский до 12 лет ничем не отличался от сверстников, но вот однажды, ловя птиц в лесу, вдруг услышал голос «Алексей, к чему такой труд твой? Тебе надо быть ловцом человеков». С тех пор отрак стал молчалив, покинул детские игры, искал уединения, молился, читал книги и изнурял себя постом. Пятнадцать лет принял иночество. Святой Феодосий Печерский с раннего детства отказывался играть с детьми, отдавал нищим свою праздничную одежду и нарочно одевал всегда худую, будучи отраком пек просворы в церковь, хотя никто ему не поручал этого дела, заказался безжелезный пояс и так сдавливал им тело, что выступала кровь. Изумительно, что ради этих подвигов он вступил, хотя и в смиренную, но настойчивую борьбу со своей матерью, ненавидевшей его склонность к аскетизму. Это было в те времена, когда повиновение родителям считалось с краеугольным камнем общежития. Таким образом, мальчик ради Христа вступает в борьбу с вековым укладом жизни. Все наши примеры говорят, что благодать Духа Святого, определяющая всю будущую жизнь из избранника действует в том возрасте, когда человек сам себя определить не может. Но мы знаем призвание на служение в иные, более поздние годы жизни. Изверги, блудницы, распутники как бы внезапно по мановению Божьей становятся верными свидетелями Христа. Казалось бы, в предшествующий зову Господню период жизни ничто не намекало на их избрание еще от утробу матери. Но, как мы сказали, в этом позднем призвании всегда таится глубокий смысл. Пользусь для ближних, промысел главы церкви. Иногда этот смысл ясен. Мы приведем несколько примеров такого рода. Господь допустил будущего апостола Павла в свой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, совершить много злодейств, помогать убийцам мученика Стефана. Как это понять? Апостол Павел должен был на собственном опыте познать, к чему приводит фарисейская законническая ревность. Только тогда он мог, сделавшись христианином, всем существом своим восстать против законничества в христианстве, доказывать ее вред, гибельный для церкви Христовой, где главное вижется на таинственных указаниях благодати, а не на исполнении закона. Первоапостолы вышли из среды трудового народа, подавленного борьбой за существование. Они старались исполнить закон, но не могли быть его строгими блестителями. Между тем, в духе ревнилого законничества, свойственного иудейскому благочестию, таился зародыш антихристово яда. Предупредить, указать на этот яд мог только бывший ревнитель закона апостол Павел. Ревность законническая родит превозношение. Гнезя в церкви Христовой, она постепенно охлаждает любовь. Апостол Павел предъявал отвращение к законничеству среди язычников, ибо иудеи в этом отношении были безнадежны. Здесь, в Иерусалиме, твоего свидетельства обо мне не примут. Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Повеление Павлу Христа. Вот причина, почему тот, кто любил Христа еще в утробе матери своей, должен был много терзаться, прежде чем познал истину. Ради пользы церкви Христос до времени оставил своего верного свидетеля в злом мучении и неведении. Блаженный Августин, 4-5 век, до своего призвания предавался сильным страстям. Он отстранял от себя христианскую совесть, воспитая к Богу «Спаси меня, Господи, только не теперь». Призвание к верному свидетельству Августина произошло следующим образом. Однажды, гуляя в саду, он услышал голос, как бы детский «Возьми, читай». Августин изменился в лице и раскрыл книгу, которую держал в руках. Прочел строки Павла, где человек приглашается оставить распутство и облезть в Господа Иисуса Христа. После этого Августин становится иным человеком и затем одним из великих учителей христианских. Дело, которое было ему поручено главой церкви, получило наименование «Опровержение пелагианской ереси». В чем же заключается истина, проповеданная святым Августином? Достигнуть совершенства для человека церкви, не находящейся в состоянии великой благодати, возможно только тем, кого Бог избрал эту пробу матери для верного свидетельства в сущности подтверждением слов апостола Павла «Кого Бог предузнал, тех и призвал, тех и оправдал, тех и прославил». Этим призванным на служение дается непреодолимая благодать. Свидетельство святого Августина имеет чрезвычайное значение для церкви. Это предостережение тем, кто самовольно, без мгновения Божия, хочет вступить на путь аскетических и иных подвигов для достижения высшего совершенства. Путь этот приводит к лжесвятости, превозношению, к развитию церкви Духа Антихристова. Если бы святой Августин не вкусил всей горечи страстной жизни и затем не пережил сознательно силу помощи Божией, он не был бы в состоянии опровергнуть столь блистательно пелагианскую ересь. В этом раскрывается промысел Божий на позднее призвание святого Августина. Таково же призвание святой Марии Египетской. Никакой постепенности нет в ее подвиге покаяния. Из безумного роскошества жизни она как бы внезапно переносится в мертвость в пустыне и там без крова без одежды без пищи очень долго питалась небольшими хлебцами взятыми с собою. Проводит многие десятки лет. Только за год до кончины Мария была явлена святому Иерею заблудившемуся в глубине пустыни. Зосима увидела ее в такой славе Божией, что хотя сам священник и старец учитель монахов просил у Марии благословения. Рассказ о жизнеправеднице, записанной Зосимой с ее слов, стала одной из святынь церкви. В пятую неделю Великого Поста в церкви предносится образ Марии Египетской как великое чудо покаяния. Промысел Божий позднего призвания Марии совершается так. Созерцается прирожденная неизъяснимая любовь к Господу таит в себе возможность глубочайшего покаяния. Тяжелая и стыдная жизнь до призвания была испытанием, некой необходимости, чтобы показать людям чудесность покаяния. Господь до времени не посылает помощи любимым своим детям. И лютый враг человека, грех, терзает Марии Египетскую, Савла, Августина и других. Это тоже распятие, жертва Божией любви к людям. Смысл подвигов Подвиг как особенный молитвенный аскетический труд для достижения высшего духовного совершенства дело не христианское. Это индусское начало. Там он возведен в науку с указанием степеней совершенствования. Но ни Христос, ни апостол и не даже апостол Павел, проповедовавший Христа распятого, не творили особых подвижнических трудов. Христианская праведность не во внешних проявлениях. Это тайное расположение сердца, ведомое только Христу. Вот потому и возможно, что две женщины, живущие как бы самой обыденной жизнью, были указаны Богом Макарии Великому как высшие Его. Труднейший христианский труд, который является общим, как и свидетелем верным, Богом избранным на служение, так и каждому члену Христовой Церкви, есть соучастие в долготерпении Божием, мученическое вследствие злейших препятствий, соблюдение верности Христу в мире, забывшем любовь. Подвижничество же, подвиги, как нечто внешнее, отличное от общих установлений Церкви, есть некоторая временная полезность апостольского служения. Никто, конечно, кроме Христа не знает, в какое время, какой подвиг и какой человек свидетель верной необходим для пользы немощных. Поэтому христианское подвижничество в отличие от индусской праведности и христианской лжесвятости никогда не является подоб личной инициативой свидетеля верного. Никто из христианских святых не в состоянии сказать так, возложу на себя особый, отличный от церковных установлений тяжелый, аскетический или молитвенный труд. Напротив, христиан боится самочинности, выделения себя, будто бы ради Христа, из ряда церковных братьев. Каким же образом и почему призванные Богом свидетели верные вступают на путь того или иного подвижничества? Два различных вида вступления наблюдаются в жизни святых. Одно как бы бессознательное, другое сознательное. Под первым мы разумеем неясность причины, почему данный юноша и даже ребенок стремится к действиям резко отличным от благочестивой церковной жизни. Эти детей даже очень хороших благочестие обыкновенно выражаются кротостью, послушанием родителям, серьезностью, неленностью молитвы, но не так делает святая Ильянея, которая семь лет от рода коленопреклоненно молится по целым ночам. Вот так Феодосий Печерский даже эстезует себя. Молодые монахи показывают свой нрав добрым послушанием, но Симеон Столпник совершенно нарушает устав, самовольно накладывая на себя труды необычайного подвижничества. Что побуждает этих юных богомольцев поступать так? Они слишком молоды, чтобы знать необходимость борьбы с злым миром, ибо еще не испытали каков мир. Подсознательным вступлением на путь подвижничества мы разумеем видимый момент, когда голос Божий, так или иносе донесшийся до сердца святого, повелевает ему не только изменить совершенно жизнь, но и вступить на особый, указываемый этим голосом Божий путь. Для изъяснения первого вида подвижничества мы остановимся внимательны на житии Феодосия Печерского и Симеона Столпника. Для изъяснения подвижничества второго вида мы обратимся к призванию Святой Марии Египетской и Святого Августина. Если мы отрешимся от мысли, что Симеон и Феодосий канонизированы церковью и потому все их деяния оправданы, а будем рассматривать их жизнь как простых людей, мы заметим их склонность в ранней молодости преувеличивать всеми делаемое, так что это невольно привлекает общее внимание. Феодосий, сын зажиточных родителей, тринадцати лет уходит постоянно со слугами в поле работать и нарочно держит себя как последний батрак. Когда мать замечает ему, он, сказано в житии, еще больше стал казаться как бы одним из убогих, нарочно выбирает самые худые одежды, а хорошее светлое отдает нищим, берет на себя печенье просвор и так усердствует, что весь очерняется от жжения печнага, делает всегда напереку вещанием матери, можно даже употребить выражение делает как будто ей назло. Подобный Симеон столкник в молодости, живя по разным монастырям, ибо его часто изгоняли, всегда раздражает братья самоистязаниями столь отталкивающего вида, что мучит окружающих. Нужно совершенно забыть о духе христианства, чтобы утверждать, что именно эти подвиги ведут человека к прославлению его Богом. За таковые труды Бог прославил подвижника, но ведь есть много людей, подвергающих себя неменьшим истязаниям, будто бы Христа ради, которые или кончают дни в сумасшедшем доме, или если подвижничество предпринимается с тайной целью заслужить больше, чем другие, становятся лжесвятыми и обманывают малых сих. Если подвижничество без мановения Божия совершается бескорыстно, то это психическая ошибка, и даже сильнее это болезнь, мания, навязчивая идея. Мы расскажем типичнейший случай вступления на путь кажущегося приближения к Богу, любви к Богу. Мальчик, гимназист лет 12, молитве. Дома много молился, истово клад земные поклоны во время церковных служб. Проходя по улице мимо церкви, останавливался и долго крестился. Немного спустя он уже недовольствовался молитвой стоя, опускался на улице на колени и кланяясь лбом касался земли. Эти уличные поклоны становились все продолжительнее, и дождь, и грязь не смущали юного подвижника, бывало все лицо в церковь. И ему показалось, что все лики икон скривились в гримасу и страшно глядят на него. Он выбежал из церкви, и с тех пор храм стал для него как бы недоступен. Это рассказывал про себя очень хороший человек 50 лет от роду. Он с великим благоговением думает о церкви, но не в состоянии вернуться к обрядам и участвовать в таинствах, путь, на который он мальчиком вступил по каким-то странным побуждением, оказался столь страшен для его психики, что только путем отхода от церкви он спасается от безумия. Конечно, здесь милость Божия посредством ведения церкви, предварившей его в опасности для рассудка. То же самое и в монашестве. В Киево-Песерской лавре Исаакий вступил на путь строжайшего затворничества, хотя святой Сеодосий не советовал ему это делать. В течение ряда лет Исаакий преуспевал в подвиге, но вот однажды подвергся такому нападению бесов, они заставили его прессать всю ночь, что потерял разум усталого младенчества. Только любовь, братья, многолетний уход за ним вернули ему сознание. И тогда снова, но уже не самочинным путем он достиг совершенства. И так мы видим, что вступление на путь строгого подвижничества может привести к безумию, но может быть и святостью. Каков же признак святого подвижничества? Чтобы говорить не от себя, а именно теми выражениями, которыми характеризуют свое состояние сами святые, приведем слова святого Игнатия Богоносца. Во время своего крестного пути в Рим на растерзание с дверей по приговору императора, он узнал, что римские христиане собираются просить о его помиловании. Тогда он написал им послание, где говорит, желанием моего мученичества вы окажете расположение ко мне, нежеланием вы проявите ко мне ненависть. Жестокие слова. Христиане не только не могут проявить столь, казалось бы, свойственного, добрым, желание смягчения страшного приговора, но должны желать, чтобы святого непременно растерзали звери. Более того, если они не будут желать этого, они тем самым явят ненависть к святому Игнатию, требовать от человека, чтобы он желал мучений своего ближнего. Не похоже ли это на требование садизма? В то же время святой про свое будущее страдание говорит так, «Я ласкаю зверей в надежде, что они съедят мою плоть». Столь странное выражение, что можно даже заподозреть святого Игнатия в наслаждении от предвкушения будущего мучения, то есть в мазохизме. Но дальше в послании мы находим объяснение. «Страсти мои распяты, и во мне ничего не осталось, кроме воды, которая журчит, приди к Отцу». Ничто так не успокаивает душу, как журчание текущей воды. Для святого Игнатия в это журчание таинственно вложен Божий призыв к Отцу. Присутствием Господа будущая мука заранее преображена в блаженное журчание воды, текущей в жизнь вечную. Таково чувство всех святых, которым предлагается распятие, в мучительности ли подвигов, в мученищести ли консины, болито светом и радостью, видением Христа. Как воскликнул первый мученик, приявший крест смерти, святой Стефан, «Вот, вижу небеса отверстые и сына человеческого стоящего одесну и Бога». Итак, вот причина мученических подвигов. Это их желание вложено в сердце святого самим Богом. Можно выразиться и так, всякий особый подвиг врождается в сердце человека. Святой как бы жаждет данного рода страдания, данного никакого либо иного, то есть не вымышленного им самим для угождения или приближения к Богу, непреодолимо влечется к Нему. Здесь нечто общее с навязчивой идеей, однако противоположной ей, ибо навязчивой идеей духовное насилие злого духа, а здесь любовь Христа и ни тени насилия, а напротив согласная настроенность души свидетеля верного. Чувство вполне сознательное, ясность причины, голос Духа Святого, тогда как в навязчивой идее полное непонимание, зачем мне нужно это делать. Это сознание соответственное возрасту присутствует и у тех, кто с малолетства привязан к подвижничеству или обреченному чиниществу. Зачем ты, сын мой, так изнуряешь себя, со скорби спросила мать Святого Александра Свирского, своего отрока сына. Сын ответил, зачем тебе отклонять меня от приятного мне воздержания. Иринар Борисоглебский, носивший до девяти пудров железную цепь, будучи еще мальчиком шести лет, сказал матери, когда вырасту, сделаюсь монахом и буду носить железо. Приведем еще более замечательный случай из жизни одного благочестивого семейства. У матери не жили дети, умирали в младельчестве. И вот последний сын, которому исполнилось уже на радость родителям пять лет, вдруг тяжко за ним мог. Перед смертью накануне утром он сказал матери, сегодня мамочка ночи, я видел, что у нас на дворе живой Христос распят, у меня выросли крылышки, и я вылетела в окошко защищать его. Так чудесно дается понять и тем, кто, казалось бы, совсем не разумеет необходимость подвига или кончины. Обыкновенно предполагают, что Мария Египетская всю жизнь каялась в пустыне о грехах молодости. Но разве в других случаях почти всегда Господь при горячем покаянии не прощает грешников, и они продолжают обычную жизнь члена церкви? Покаяние достигается ни продолжительностью времени, ни расположением сердца святой Иоанн Златоуст II. Почему же здесь 50 лет жизни без водной пустыни, без пищи, без одежды, вне общества? Этот необычный подвиг, конечно, вложен в сердце Марии по причине ранней нами разъясненной. Чтобы дать образ полного сознания святого о подвижничестве, следует привести молитвы святого Августина «Дай, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь». Кто-то сказал, что здесь святой Августин как бы отказывается от приложения своих сил и просит Христа, чтобы он их дал. Но эту просительную молитву нужно понимать совершенно иначе. Свидетель верный знает, что его подвижничество и его труды необходимы для пользы церкви, и он должен пожертвовать свободой своего царственного священства и волю свою отдать до конца Христу, который один ведает, что необходимо для церкви и для ближних в данное время, знает меру этой помощи, величину, характер, продолжительность подвига, который и повелевает. Поэтому святой, хотя и прилагает свои силы вообще, что не делает святой, он старается делать хорошо, но главное это то, что он отдает свою волю, труднейшая для человека, как это выражено в словах Симеона Нового Богослова, ежечасно умирающая своей волей суть мученики без гонителей огня и мечей, необходимая помощь духовно немощной братьи, тайна Христа. Поэтому дай, что повелеваешь, вложи желание, какое необходимо, и повелевай, что хочешь, распоряжайся мною, как тебе угодно. Если мы будем рассматривать жизнь святых, мы увидим, что подвиг, совершаемый святым, почти никогда не бывает однороден. Он прерывается по воле Божией для иной деятельности. Но и однородный подвиг вовсе не занимает все время. Иринар Борисоглебский, постепенно увеличивающий железный цепь на себе, значит, весь, как бы ушедший в себя в свое духовное становление, однако постоянно принимает посетителей, выслушивает их житейские жалобы, советует и, наконец, один раз отправляется к царю в Москву предупредить его о нашествии поляков. Однако неизменно продолжает увеличение цепи. Симеон столбник стоит день и ночь, десятки лет на столбе, однако каждый день на три часа сходит вниз, чтобы принять стекающихся со всех концов земли посетителей, входит в их нужды, утешает обиженных, грозит и даже наказывает обидчиков. Другими словами, вполне отдается живой жизни. Воду ее раскрывается сверх человечность подвига святых, ведь быть непрерывно на столбе значит отрешиться от всего земного, принять иное духовное состояние, иначе невозможен этот подвиг. А возвращаться ежедневно на землю не значит ли это терять свое духовное состояние, чтобы через три часа опять к нему вернуться? Не то же ли самое было и со святым Серафимом Саровским? Припомним, в каком состоянии он находился? С ним приключилось выражаясь словами Симеона Нового Богослова великое, дивное, совершенно невозможное, живусь в этом тяжелом и мрачном мире, унесся с телом из мира. Святой Серафим часто ходил даже не по земле, а по воздуху, как видели женщины, случайно обернувшиеся, когда по пути с ним он немного отстал. Имел от ангела среди зимы райскую зеленеющую ветель с плодами не здешними. Много лет был в молчании. Но по мгновении при святой Богородице святой Серафим открыл двери своей кель для народа. Грешный мир со своим душевным скарбом устремился к праведнику. И хотя сам он не терпел вреда от приближения страстной жизни, и Христос не попускал святого отпасть от любви, но райское состояние как бы затуманилось. Подобно апостолу Павлу, который достиг третьего неба, но продолжал мучиться на земле. Какой великий надлом сердце испытал святой Савва сербский, давно отрешившийся от мира на Афоне, но по воле Божией возвратившийся в родную Сербию, чтобы жить и участвовать в народно-государственном бытии в качестве архиепископа. Святой Сергий Радонежский, святой Антоний Великий, святой Антоний Печерский, как бы навсегда избравшие уединенную жизнь вдали от суеты, снова были окружены людьми и как далеко не удалялся святой Антоний Великий, везде настигали его духовно жаждущие люди, спешившие, конечно, по воле Божией к нему, чтобы просветить себя свидетеля верного. Итак, подвиги христианские в осени не есть основа святости, как это предполагается в помраченном сознании церкви душевно подобной. Святые творят их в осени для того, чтобы приблизиться к Богу и по призванной к верному свидетельству всегда близки Богу. Не в подвигах и не в делах хотя бы самых благочестивых искупленных людей находят свое призвание. Призвание их творить волю Агнца Христа. Они как бы всегда слышат внутри себя злов Господа Иисуса «Ты иди за мной». Поэтому они не дорожат великой пользой своих дел. Их сердечное внимание обращено внутрь себя, чтобы как-нибудь не увлечься делом, хотя бы им порученным и заглушить не расслышать голоса Духа Святого, зовущего к иному служению. Никто не знает сроков свершения, и они не знают, куда завтра поведет их Дух Святой, как не знали ученики Христа, куда завтра поведет их Учитель, на Тули сторону озера Генесарецкого, на Фаворскую гору или на распятие. Как далеко это от земного строительства? Творцу царства мира сего невозможно понять и принять состояние Духа, участвующих в деле Агнца. Что может быть бессмысленнее и мучительнее на земле, бросить неоконченным дело, прервать начатый успешно труд, не совершить подвига, которому рвется душа, не использовать до конца могучих сил. Какой страшный соблазн для маловерных смерть в свете лет гениальных людей на земле. Ибо творцы мира сего, вовлеченные строительством видимого царства земного, думают только об успехах этого царства. Неизъяснима сила святых, горы передвигать, мертвых воскрешать, всех исцелить, всех нечестивых мгновенно победить. Однако эта сила остается почти неиспользованной. Она живет в святом, но исполнение ее уничтожается состоянием распятия. Ибо свидетель верной церкви с охлажденной любовью, то есть послеапостольской, соучаствует в деле Христа распятого. На всех делах святых как бы лежит какая-то помеха. Если для ясности прибегнуть к образу, можно сказать так, не на быстрых автомобилях и не на летящих скорее птиц аэропланах совершаются дела Божьей Церкви, убежавшей в пустыню, а с тяжелой ношей за плечами пешком сверх сил, как бы с тяжелыми железными цепями на ногах. Подвижничество, как и всякое дело на земле, не имеющее в основе чистой любви, подчиняется законом, искаженное первородным грехом телесной природности, заражено ядом материалистичности. И этот яд может отравить подвижника. Каким образом? Дело, совершаемое человеком, какого бы труда оно ни требовало, даже самого мучительного, пример индуса, ходящего на острых гвоздях, содержит в себе некоторую инерцию. Оно владевает сознанием человека, увлекает собой и заставляет забыть обо всем кроме себя, то есть противостоит любви. И тогда является соревнование, чувство своего превосходства. Что это бывает с подвижниками явствует из жития Макария Великого и Антония Великого? Если указано в житии Великих, то значит было как-то свойственно и всем. И только непреодолимая благодать защищающая святых не дает развиться до конца столь пагубному состоянию. О помысли превозношения у Макария Великого мы говорили, когда рассказывали о двух женщинах, указанных ему Господом, более ближних к Христу, чем он, Антоний еще стал помышлять о своем славном совершенстве, когда удалился во внутреннюю пустыню после семидесяти лет подвижничества. Тогда был к нему голод Духа Святого, открывший Антонию, что есть подвижник еще более старший годами. Святой Антоний пошел искать его и действительно встретил Святого Павла Фивейского, девяносто лет это отрезвило Святого Антония, он покалывался и с тех пор никогда не превозносился. Заметим здесь, кстати, что по нашему определению подвижничества, как проповеди, внушенной Духом Святым на пользу ближним, кажется непонятным смысл подвижничества Павла Фивейского, которого никто не видел, кроме Святого Антония. Но дело Святого Антония основанием монашества было столь важно, так необходима была чистота покаяния Антония, что отрезвление его от превозношения было поручено Господом Святому Павлу Фивейскому, который подвязался столь долгое только ради пользы Святого Антония. Конечно, это свидетельство на будущие времена, что нет причин никакому подвижнику считать себя превосходнее других, ибо Господь всегда может открыть еще более превосходнейшего. Яд, заключенный в деле подвижничества и возможность отравы им свидетеля верного еще раз и по-новому открывает нам смысл молитвы Христовой мудрости, оставленной Святым Августином. В словах дай, что повелеваешь, святой, боясь, увлечься порученным делом, то есть забыть о любви, просит Господа, чтобы подвиг был поручен ему соответствующей мерой сил, без собственного, так сказать, творчества. Закончим очерк смысл подвигов и изъяснением цели основания в христианском мире монашеских обителей. Монастыри, конечно, не есть места в церкви, где живут люди, особенно угождающие Богу. Святой Иоанн Заталус говорит, мы не должны чрезмерно удивляться тому, что монах, пребывая в уединении с самим собой, не возмущается, не совершает многих и тяжелых трудов. Он удален от всего раздражающего и возмущающего душу. А святой Бернард Клервоски в трактате о смирении и гордости раскрывает те грехи, которые как бы культивируются в монастырях, если там забывается первое их христианство – любовь. Бернард дает изображение монастырской жизни и того соревнования, которое возбуждается общим стремлением к одной задаче – того честолюбия, которое является следствием сознания своего превосходства над другими и победы над самим собой. Например, в описании одной из знаменитой русской обители рассказано о старшем Иеродиаконе, который, идя после литургии в трапезную, говорил братьям, сегодня за обедней я 479 раз произнес Господи Христе помилуй меня грешного. Значит, все время занимался чтением своей молитвы, чтобы потом всех удивлять. Таким образом, в монастырях живут и праведники, и грешники, праведность и греховность которых ничем не превосходит праведность и греховность в миру, имея только особый характер. Однако, видимые условия жизни, в которых протекает монастырское время, обеты монахов являются образной проповедью для членов церкви. Созерцая монастырскую внешнюю жизнь, ибо кто знает, кроме Господа, внутреннее расположение сердец, члены церкви чувствуют необходимость трезвиться и противостоять объединяющие роскоши мирской жизни. То, что монастырская жизнь появляется только в конце третьего века, свидетельствует, что церковь до этого времени не нуждалась в особых местах сосредоточения видимого подвижничества. Иначе Господь послал бы ранее своих верных свидетелей для основания нового чиноположения в церкви. При возможном возвращении в церковь духовного состояния, не говорим совершенно, как в первые годы после сошествия Святого Духа, а даже просто более мужественного, подобного, какое было в церкви до основания монашества, нужда в этом особом чине церкви отпадает. Проповедь любви Проповедовать в церкви значит прежде всего творить самому то, что составляет предмет проповеди. Так мы видели, что святые проповедуют покаяние, борьбу со своими страстями, совершая чрезмерный труд подвижничества, и этим как бы вопиют сочленам о необходимости трезвиться. Более всего нуждается церковь в любви братья друг к другу. Характер деятельности, которую можно назвать проповедью любви в церкви, убежавшей в пустыню, ясно выражается в отношении к людям Пресвятой Богородицы. Она первая проповедница любви среди своих сочленов. Все другие верные свидетели в любви подобны ей. Пресвятая Богородица не с первых моментов церкви, а несколько столетий спустя начинает свое служение в Христовом обществе. Господь призывает ее тогда, когда состояние церкви нуждается в любви, соответствующей ее материнскому сердцу. По тому почитанию, которое воздается Матери Христа в церкви почти 15 столетий, можно предположить, что Святая Дева, честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим, для церкви является не членом ее, а как бы выше ее, вне ее стоящая. Непрестанное излияние благодеяний есть только ее доброта. И перед грозным судьей она наша ходатайца, единая заступница. Но, конечно, все деяния Богоматери входят в домостроительство Христа в своей церкви. Слово «единая заступница» обозначает, что Святая Дева Мария является как бы единственной заступницей членов церкви, которая плохо или совсем не ходатайствует друг за друга, а не то, что Христос, как судья, нуждается в содействии заступника. Он единственный податель любви. И его доброта и любовь безгранична и несравнима ни с чем, ни с кем. Один Свят, один Господь Иисус Христос. Поэтому необходимо понять, что будет грех против Господа Иисуса Христа и обиды для Святой Девы Марии, если мы будем почитать Богородицу, не как поставленную Богом на служение церкви, а исполняющую послушание Христово, а как имеющую божественную самостоятельность Царицу Небесную, церковь именует Святую Деву Марии, своего первого члена Царицы Небесной, как владеющей совершенством любви Христовой. Чтобы яснее разуметь, что хотим мы сказать здесь, обратимся ко времени, когда Святая Дева Мария жила у апостола Иоанна. Тогда Святой Деонисий Ариапогид, пришедший в Иерусалим, нарочит, чтобы сподобиться лицезрение Божьей Матери введенной апостолом Иоанном перед лицом ее так изобразил свои чувства в письме к апостолу Павлу, свидетельствуясь Богом, что если бы не хранил я в памяти и в новопросвещенном уме твоего очи божественного учения и законов, то признал бы Дьяву Марии за истинного Бога и воздал бы ей поклонение, подобающее одному истинному Богу, чеки меняя Август 15. Все мы ли верные имеем точное именование нашего исповедания, кроме лиц Пресвятой Троицы свидетельствуется еще наша вера в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Особого исповедания для Богородицы нет. Святая Дева Мария есть прославленнейший член Церкви Христовой. Мы не можем судить об ее истинном лице и вместе на новом небе новой земле, где единым светилом явится Агнец и жители там будут подобно самоцветам каждый по своему утворить себя во Христе вечно. Богородица призвана к служению, как призывает Христос тех своих верных служителей, которых он находит полезными для данного состояния Церкви. Было время, когда Святая Дева Мария не имела служения ни в деяниях апостолов, ни в их посланиях о ней не говорится, как о имеющей апостольское назначение. Напротив, существует даже предание, сообщенное Стефаном Святогорцем, что по сошествии Святого Духа решено было бросить жребий, кому какую избрать страну для проповеди Евангелия. Святой Деве Марии досталась страна Иверская, Грузия. С радостью собралась она в путь, но явившись, ангел возвестил ей, что эта страна просветится позднее, а ей надлежит пребывать в Иерусалиме. Здесь жила она у апостола Иоанна до своего успения. Хотя и слула Святая Дева Святейшая, исполненная всех даров благодатных по слову Святого Игнатия Богоносца, и многие желали ее видеть, и некоторые посещали, но, как и при жизни Сына Своего Господа Иисуса, жила она, словно ее и не было. После успения в первые века Церкви память о Святой Марии сохраняется как благочестивое размышление о чудной Святой Деве, Матери Христа. Но в общесерковных, повсюду принятых приз, праздников в памяти ее нет. Они как бы забывают Церковь, погруженная в свет Христов. Прославление Девы Марии начинается со второй половины четвертого века, и в пятом столетии после Третьего Вселенского Собора, 431 год. Ве Святой Деве впервые присваивается именование Богородицы, становится повсеместным. Что это было за время? Зверь, матераристическое состояние, стал завладевать Церковью. Первое столетие до объявления веры Христовой, главенствующей в государстве, принадлежать к Церкви было небезопасно, иногда страшно, и уже во всяком случае христианство не давало никаких материальных преимуществ. Только люди более или менее духовного склада принимали крещение, и жизнь была высока. Все житейское суетное подавлялось радостью о Христе воскресшем и снова грядущем, чтобы царствовать вовеки. Церковный организм был мужественен, и члены тела недостаточно стойкие, от братьев своих получали крепость. Как отличались христиане от иных людей, можно узнать, например, из жития святого Пахомия Великого, 312 год. Языщиком, молодым солдатом, святой Пахомий однажды на походе, первая половина четвертого века, был изумлен жителями одного селения, которые снабдили проходящих воинов пищей, одеждой и утешили всяким добрым словом. «Что за жители этого города?» спросил Пахомий и получил в ответ «Это христиане. Это такие люди, которые всегда милостивы, гостеприимны, не мстители даже к врагам своим, и всегда всем служат бескорыстно». И Пахомий принял христианство. Таких свидетельств множество из времени первохристианства. После Константина Великого бесчисленное количество людей принимало крещение, некоторые ради славы земной, ради многих теперь сулило принадлежность к христианской религии, объявленной господствующей стране. Многие просто по инерции безразличные поступающие сообразно поговорки «Как люди, так и мы». Они приносили с собой в церковь материалистический вкус, житейскость, пристрастие к суете. Иуда погиб от того, что был владетелем денежного ящика. Его озаренно светом Христа избранника победила мерцание серебряников. Марфа, любившая Христа, не могла не упрекнуть Марию, праздно сидящую ног спасителя. Ревность к делу вложила в ее сердце недовольство сестрой. Что станет с церковью, когда в нее нахлынет масса людей, сердцу которых дороги дела земные? Не забудем, что церковь организм, тело, члены которого кровно связаны друг с другом. Множество марф, не обладающих истинными чувствами евангельской Марфы, как они сильно воздействуют на душу любящей Христа Марфы, станут увлекать ее все глубже и глубже в заботы житейские. И как они все нападут на Марию с упреками за непрактичность, Бог бесконечно утомлять их, и какое широкое поприще для маленьких иуд. Откровение святого Иоанна пророчествует ясно, зверь, материалистическое состояние, владеет всеми народами и победит святых. Никто так не разъединяет людей внутренне, ничто, как материалистические интересы. Труднее всего станет в Христовом обществе хранить мир между братьями. Что же тогда произойдет? Христос приходящему к алтарю для жертв, то есть по-христиански или евхаристии, говорит, чтобы он прежде примирился с братьями. Святой Иоанн Затауст именно здесь видит сосредоточие всего христианского делания. Ты видишь, говорит, что Христос не упомянул никакой дуевой заповеди, кроме примирения с братьями, выражая, что это важнее всего. Для мира с братом твоим принесен сырином Божиим, принесена жертва. Если ты не заключаешь мира с братом, то напрасно участвуешь в этой жертве. Бесполезным для тебя становится все благо это. Если бы имел ты бесчисленное множество праведных дел, все будет тщетно. Благодушным людям, которые плохо разумеют, что церковь есть организм, кровь которого любовь к братьям, всегда казалось и кажется, что церковь крепка, ибо она великолепно организована иерархическим порядком, что она высока своим благочестием и красотой необыкновенно развившихся храмовых песнопений, и великой церемонии своих служб, богатством богословских сочинений. Однако дьявол нисколько не пугает благочестия. Его верные слуги церкви истые ревнители благочестия. Благочестием и законническим порядком ему легче обмануть малых сих. Непримиримость братьей вот что дает злому духу силу и возможность парализовать жизнь церкви. Страшен внутренний облик церкви, застывший в младенческом состоянии. В этой церкви как бы безвозвратно утеряно сделалось ничего не значащим словом понятие о церкви великой благодати. Никто не представляет себе просто, даже в голову не приходит, что такое одно сердце и одна душа у всех. Не только забыта жизнь апостольского века, но кажется даже, что строй церкви был тогда такой же, как и теперь. Иерархия была всегда горделиво утверждает учителя мертвой догматики. «Великое свидетельство не я живу, а живет во мне Христос». Необходимое сознание для каждого христианина сделалось с мертвым изречением. Члены этой церкви не только не мужи, не только не юноши, не отроки, но даже не дети, а сугубо младенцы. В конце четвертого века святой Иоанн Златоуст, говоря о духовных дарах, о которых не только знали, но которые имели все крещены первого века, горестно утверждает, этот предмет давно неизвестный. Неизвестный, то есть такой, какой был, но теперь не бывает. И не бывает от того, что охладела любовь. И как бы чувственно двигающаяся тьму, Златоуст восклицает. И так все погибло и пропало. То состояние, которое членам церкви мужественного ее периода кажется безнадежным, конечно, не таково в действительности, ибо жив Господь наш Иисус Христос, глава основанного им нового общества на земле. Он знает, как поддержать погибающую свою церковь. Кто потерял мужественность, кто не способен держаться даже как юноша и даже как отрах. Тому, чтобы не погибнуть, необходимо мать. Мать не для рождения духовного, в каком смысле сама церковь, то есть обществе любящих друг друга, называлась матери, а ради пестования еще несмысленных младенцев. К людям на помощь спешили, досели как бы безмолвствовавшие первый член церкви, чтобы, как старшая сестра, заменить церковь мать, спавшую на земле в тяжкое расслабление, и чтобы любовью своей стать всем для всех. Та, которая прошла свой чудесный земной путь столь как бы ее и не было, снова возвращается на землю и снова без слов, без великих откровений и пророчеств, а только славской матери, когда-то носившей на лоне своем спасителя мира. К людям, продолжающим распинать ее сына, она приходит без тени упрека, и не для того, чтобы кто-нибудь, кого-нибудь наставлять, даже не для того, чтобы просить, звать, а только чтобы давать, давать с безграничной, с неизъяснимой снисходительностью. И все, что просит, и не разбирая, кто просит. Как в земной жизни говорили про нее, что она никогда никем не гнушалась, но всех старалась отличить и всем оказать внимание. Такой пришла церковь, с той, впрочем, разницей, что теперь всякий может достичь ее. Но всего изумительнее, что Богородица принесла с собой сына своего, как младенца, на руках. Тот, кто воссел одесную отца, кого почитаемый главой церкви в образе малолетнего, взирает на нас с бесконечных чудотворных икон своей земной матери и как бы говорит, вы из немогли на земле, вы остаетесь младенцами и не возрастаете в мою веру. Вы не в состоянии внимать словам сильного, не терпите ни обличения, ни строгого выговора. И вот я, смотрите, опять отдался на руки той, которая родила меня ради вас. И всю мою любовь, к вам, и я верил ей, что по своему материнскому чувству она питала бы вас ею. Вот ответ на таинственный вопрос в церкви, почему Богородица, а не Христос, является прославленнейшим святым русской земли, святому Серафиму Саровскому, святому Сергию Радонежскому. Также она основывает всемирную святыню Лурд, где верующие всего в мир и безразличие исповедания получают исцеление, и духовные, невидимые физические, тем, что святая Дева Мария являлась отраковицей, Бернадетти, никому другому не было видимо и слышимо, и через нее повела католической церкви, повелела воззигнуть здесь место прославления, дано понять, что в это время, середина 19 века, никто не был достоин видения святой, кроме невинного младенца. Так говорит распятый Христос, который через свидетелей верных, будучи терзаем зверями на аренах цирка, стоя на высоких столпах всю жизнь, углубляясь в мрак пещер или в холод лесных дебрей, перенося с нескончаемым терпением обиды сильных, почти безуспешно, умаляет нас о покаянии. На руках матери ожидает он плодов ее доброты. Слава долготерпению Твоему Господи! Материнский свет объемлит всю церковь. Святая Дева Мария принесла в церковь иной характер отношения к слабостям человеческим, чем это наблюдалось в первые века. И церковь проникается чрезмерной снисходительностью матери. Нам теперь даже не страшно, скорее непонятно, как непонятно и время великой благодати, строгость, в начальных общинах. Да, правда ли? Да было ли все это? Как пустой звук доходит до нашего слуха, что за тяжкие грехи, например, при любодеянии, члены церкви до последнего смертного часа лишались пресчищения святых тайн христовых. Тогда эти грехи в христианском обществе были немыслимым и как бы неприемлемым исключением. В Евангелии есть прообраз будущего служения Пресвятой Богородице, как царицы и матери. Это брак в Кане Галилейской, первое чудо Христа. Здесь пророчески раскрывается тайна отношений между Святой Девой Марией и Христом во времена Церкви, о которой мы сейчас беседуем. Многое в передаче этого события евангелистам кажется непонятным. Почему Христос говорит «Еще не пришел, час мой», но чудо все-таки совершается, и при том именно как начало чудес, непосредственно следующих одно за другим. Почему Святая Дева Мария, всегда избегающая по своему совершеннейшему смирению, иметь свое слово, здесь поступает столь решительно, что, несмотря на видимое желание Христа отклонить чудо, со властью приказывает слугам исполнить то, что скажет он. Этим она как бы преклоняет его совершить желаемое «Ею». Заметим раньше всего, что в повествовании события прежде упоминается ее имя, а затем и его. Был брак в Кане Галилейской и Матери Иисуса была там. Был также зван Иисус. Знаменается, что как бы первое место принадлежит Святой Деве Марии. И тотчас, как свидетельство этого, ее обращение к Господу Иисусу. Ее инициатива чудо. И несмотря на видимый отказ распоряжения слугам. Вдумаемся в ответ Господа Матери, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Если бы Христос хотел сказать именно о Своем части, достаточно было бы второй части периода, не пришел час мой. Однако его час, как мы знаем, пришел, ибо здесь положил Иисус начало чудесам. Необходимо обратить внимание на первую часть периода, чтобы понять сокровенную мысль Спасителя. Что мне и тебе, жену? Не только мне, но и тебе, нам. Тогда и вторая часть может быть изъяснена. Наш, мой и твой, наш совместный час еще не пришел. Еще не пришел наш час. Но так как здесь прообраз будущего служения Богоматери, Матери, Церкви, где инициатива будет как бы всецело передана ей, то чудо точно совершается. Пожелание ее согласия и силы его. Наполните сосуды водой. Святая Дева Мария вымаливает, а глава церкви соглашается, но соглашается как бы нехотя. Что это значит? В самом предмете чудо, вино, находим некоторое разъяснение. Там, где присутствует Христос, там радость совершенная, веселье вечное. И вот, несмотря на присутствие Господа, требуется еще вина, недостает внешнего веселья. По существу это чудо неприемлемо для церкви духовной. Но когда огонь Духа Святого угасает, когда плохо чувствуется связь церкви с ее главой, и потому бушует злоба, сердце человеческое жаждет забвения о чрезмерности скорбей. Вино символ забвения, огорчения, обид, всяческой неправды. Вино укишает человека, делает нещувствимой остроту злой жизни. Благодать Христа всегда соединена с ответственностью. Благодать литургии. Иная благодать царицы матери, благодать всеночных молитв богородичных ее акафистов, ее молебнов. Здесь возможно обращаться за помощью без всякой ответственности со стороны просящего. Покров богородицы распростерт на всех, все прибегают к ней. И добрые, и злые пользуются, если можно так выразиться, воздухом доброты. Даже в самые злые эпохи молитвами богородицы и у заядлых гречников и у злых по временам пропадает охота творить обычное им. Не то, что они становятся добрее, но их одолевает некая лень наистовость своих дел. Всегда обижаемые и слабые могут передохнуть проповедь Богородицы и есть ее просьба ко всем быть милосердными. Она как бы говорит, смягчая сердца всех, я даю вам возможность примириться друг с другом. Если вы не в состоянии быть добрыми, то по крайней мере не питайте чувств противоположных милосердию. Не ненавидьте друг друга, не осуждайте злостно братьев своих, не проклинайте ближних. Скажем теперь, как верные свидетели Христовы, живя на земле, проповедуют любовь. В сущности вся их жизнь есть неизъяснимое сияние огня Духа Святого, а не для того и в церкви, чтобы являть собой любовь Христа. Однако в записанных деяниях в житиях святых очень мало. Сказано большей частью только были милостивы, запечатлена их любовь. Это потому, конечно, что любовь, свет внутренний, невещественна, значит, непередаваема словом, тогда как аскетические и прочие подвиги видимы. Отсюда пошло неправильное мнение святости, будто она есть подвижничество, между тем, как христианская святость есть только любовь. Отдельные слухи милосердия к падшим соцарой свидетелей верных злому обществу кажутся необыкновенными, сверхъестественными, но они не более как святая обыденность. Вот сказано святым Иринеем о достолюбезных исповедниках, мучениках в Лионе, о тех, кого всегда чтила церковь, как истинных преемников апостольского служения в церкви. Они не превозносились над падшими, но имели материнское к ним милосердие. Они всех защищали и никого не обвиняли, всех разрешали и никого не вязали. Иринеем святой Силуан, виновный приходит к полному душевному перевороту, если дано ему время раскаяться и бодрствует над ним любовь. Вот дела святых второго тысячелетия христианства. Однажды к молодому гвардиану обители, брату Ангелу, пришли три знаменитые в той местности разбойники и попросили им дать поесть. Гвардиан ответил, «Вы разбойники и жестокие убийцы, вы не следите пользуясь трудами других, и теперь с наглостью и бесстыдством хотите пожать милостыню, дарованную рабам Божиим. Вы недостойны, чтобы земля вас носила, ступайте делать ваше дело и сюда больше не показываетесь». Они возмутились и ушли в большом раздражении. Через немного времени возвращается святой Франциск Ассийский с мешком хлеба и кувшином вина, сильно укорять брата-ангела, говоря, «Ты поступил жестоко, ибо грешников легче привести к Богу к ротности, нежели жестокими укорами. Христос пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Если ты погрешил против милосердия, повелеваю тебе взять мешок с хлебом этот кувшин в свином, который я насобирал, и немедленно идти искать этих разбойников. Когда найдешь, предложи им хлеб и вино от Моего имени. Затем ты встанешь перед ними на колени и смиренно признаешь перед ними грех своего жестокосердия, и потом попросишь их от Моего имени, чтобы они не делали больше зла, но боялись Бога и не обижали ближних. Если они сделают это, я обещаю им заботиться об их нуждах и доставлять им постоянно пищу и питье. Пока гвардиан ходил исполнять приказания, святой Франциск встал на молитву и просил Бога, чтобы он смягчил сердца этих разбойников и обратил их к покаянию. Гвардиант послушно добрался до них и делает, что сказал святой Франциск. И поедая подаяние святого Франциска, те разбойники начали говорить между собою, мы совершили столько злодейств и не чувствуем совести, а этот святой брат из-за нескольких слов, которые справедливо обличил нас, которыми смиренно принес нам повинные и кроме того принес нам хлеба и вина, да еще такое щедрое обещание святого отца. Нет нам спасения. Пойдемте, сказал один из разбойников к святому Франциску, если он подаст нам надежду найти милость у Бога, мы спросим, что нам делать. И согласившись, все трое спешат к святому Франциску, а тот принял их с любовью и благоволением, ободрил многими примерами и уверил их в бесконечном милосердии Божьем. И тогда три разбойника отреклись от дел своих, и святой Франциск принял их в свою обитель, орден, и они поступили к великому покаянию приступили. Однажды к Феодосию Печерскому, Киев, привели воров в помощь в монастырском дворе. Увидев их связанными, преподобный заплакал, велел развязать и накормить их. Потом дал им наставление не обижать ближних и, снабдив всем нужным, отпустил с миром. Когда святой Феодосий получал, говорил тихо, смиренно, как бы умаляя того, к кому обращался. Когда обличал виновного, слезы текли у него из глаз. Если кто-либо в Печерской лавре впадал в какое-либо согрешение, его утешали скротостью, и трое или четверо по любви делили с ними эпитемию. Святой Григорий Печерский чудесно усыпил воров, забравшихся к нему, чтобы унести его единственное имущество, книги. Через несколько дней он, придя с братья, не разбудил их, накормил и отпустил. Узнав о нападении на святого Григория, великий князь Киевский приказал подвергнуть воров мучительным истязаниям. Когда рассказали об этом святому Григорию, он сильно опечалился, пошел к властелину и умолял отпустить тех людей, предлагая взять у него книги, как их выкуп. На святого Серафима Саровска напали люди и так избили его, что он на всю жизнь остался ходить без палок. Когда виновные были обнаружены и их ожидало наказание, святой Серафим обратился к тем, от кого это зависело, и просил, чтобы его обидчиков ни в коем случае не наказывали. Он угрожал уйти из обители и вовсе покинуть этот край, если его не послушают. И так повторяем, все эти дела милосердия святых не есть исключение, а нечто сродное их свидетельству во Христе. Во времена еще не остывшей любви христианской в 398 году в Византии было известно постановление, что монахам у духовенства воспрещается отнимать преступников из рук правосудие и предоставлено законным путем вмешиваться в их пользу. Таким образом мы видим, что то, что позднейшему обществу христианскому кажется необычайным в делах святых, было общим делом представителей христиан в государстве, объявившем себя христианским. Государству пришлось запрещать святым беспорядочно милосердствовать и предоставить им законным способом являть свою любовь к падшим. Христос основал церковь как организм, как тело, говорит апостол Павел, к наиболее слабым членам должно быть явление, явлено наибольшее попечение. Если мы все члены церкви не будем сердечно и милостиво относиться ко всем падшим, то они не будут в состоянии покаяться, ибо наше немилосердие их ожесточает. Когда Пресвятая Богородица и святые вслед за ней ходатайствуют за всех членов церкви, падших в особенности, но церковь в своем большинстве не присоединяется, то ходатайство, хотя и может быть удовлетворено для данного момента и леса, но для жизни церкви неживотворяще. Иначе сказать, церковь пребывает в разрозненности, в нелюбви, не творит волю Господню быть в мире согласия, любить друг друга. Долготерпение Божие есть ожидание всеобщего мира в церкви, как в теле, организме, а не как в учреждении, где заключает мир управляющая, а управляемая вроде бессловесного стада. Нет. Христос ожидает, что все члены церкви друг с другом примирились, чтобы, прощая друг друга и оказывая милосердие. Пояснение. Толкование с святым Иоанном Златоустом деяний святой Девы Марии на браке в Кане Галилейской, то есть прообраза будущего служения Богоматери в церкви. Как нельзя острее дает нам понятие о том, до чего церкви духовной было чуждое неприемлемое состояние церкви будущих, пустынных и бесплодных времен. Труднее всего конечно было им представить возможность безответственности в будущей церкви и что Христос даст согласие, то есть как бы откажется на время быть главою. На эту безответственность полнейшего не высказана незыскательность, которая будет осуществлена служением церкви Пресвятой Богородицы, лелеющей ее, а не спрашивающей с ней, как грудного младенца. Вот это толкование, совершенно противоречащее позднейшему воззрению церкви на существо Богоматери. Она хотела гостям угодить и себя прославить через сына. Его мать по причине того, что родила его, хотела приказывать ему во всем по обычаю всех матерей, тогда как должна была чтить его как Господа и поклоняться ему. Поэтому Христос так сильно отвечал ей, что мне и тебе же она еще не пришел, час мой. Имея попечение о других, чтобы внушать им надлежащее понятие о себе, тем более заботился в этом отношении о матери. И как она не хотела повиноваться ему, а хотела как мать во всяком случае первенствовать, поэтому он и сказал, что мне и тебе, жену. прежде всего толкование это свидетельствует с несомненностью, что имя Марии, Девы, не было прославлено Богом до пятого столетия. Начало прославления следует приноровить ко времени Третьего Вселенского Собора, когда Святой Деве Марии было присвоено именование Богоматери. Для этого времени образ Святой Девы был как бы легендарным. Церковь, конечно, знала, что Господь Иисус родился от Девы Марии, однако это еще не давало повод почитать ее как не имеющие греховных помыслов. Нам не кажется трудным понять, почему даже люди духовные того времени, то есть имеющие святую, если так можно выразить интуицию, могли приписывать ей то, чего в ней не было. Вот наше объяснение. Как при жизни своего сына Святая Дева Мария любила оставаться в неизвестности и после Вознесения Господа, ходя из слова Святейшей, исполненной всех даров благодатных по слову Святого Игнатия Богоносца, продолжала жить как бы ее и не было. Так после своего успения она жаждет до своего призвания Христом на служение Церкви полнейшей неизвестности. Это одно из величайших свойств Богоматери целомудренно скрываться, не исчезать в свете Христа. И Святой Дух сообразно ее великому нежеланию открывать себя не дает до времени Святой Деве Марии никаких откровений. О ней как бы забывает Церковь, погруженная в свет Христов. Однако к толкованию трех великих учителей Церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, соединив их воедино, Церковь свидетельствует, что они едино мыслят. Нельзя отнестись как к случайно ошибочному мнению с точки зрения позднейшего воззрения, следовало бы квалифицировать кощунственному по отношению к Богородице. Дух Святой не может допустить полной неправды в Писании великих отцов. Мысли Святого Иоанна Златоуста имеют некое оправдание. Скажем сильнее, они даже необходимо должны были быть высказаны. Они были бы ненужны и даже вредны, и тогда, конечно, и не были бы высказаны. Если бы Церковь перестав быть духовной, оставалась бы таковой до пришествия Христа во славе. Но так как собственное откровение Святого Иоанна Апокалипсису ей предстоит не только возвращение к мужественному состоянию, но и принятие совершенства любви первого воскресенья, то при наступлении переходных времен ознакомление с воззрениями времен мужественных не только будет полезно, но и необходимо. Поэтому постараемся изъяснить внутренний смысл толкования Святого Иоанна Златоуста на брак в Канне. Если сострадание Богородицы ко всяким даже малейшим нуждам человеческим, столь знакомое позднейшему состоянию Церкви, может почитаться теперь вполне достаточным мотивом ее пожелания чудо-свином, которого недостаточно бедным хозяевам для угощения гостей, ибо нам ясно, что счастнейший Херувим всегда желает только Святого, то есть того, чего желает Христос, то не так это созерцалось в том состоянии Церкви, для которой никто и ничто не были святы в присутствии трипостасного Бога в листе Господа Иисуса, который своим ответом Марии о вине дал понять, что чуду этому он как бы не сочувствует. Своим решительным приказом служителям что скажет, то сделайте, после нерешительного ответа Господа, Святая Дева Мария как бы понудила его совершить нежеланное ему чудо. Ивангельское изложение этого события несомненно дает такой материал толкователю, для которого всегда все, что не вполне согласно воле Христа, не только не может быть святым, но и грешно, не свойственно члену совершенной Церкви. Итак, изложение чудо чудо в Евангелии свято истолковано святым Яном Златоустом. Иначе и быть не могло бы изложение толкования внушено Духом Святым. Однако такое толкование деяния Святой Девы Марии противоречит откровению Духа Святого в позднейшей Церкви о существе Богородицы. Это откровение говорит нам, что Святая Дева Мария была всегда совершеннейшим членом Церкви, и потому никогда ее желания ни в чем не расходились с желанием Господа. Но принимая это первое чудо Христа совместно с Матерью и Его как прообраз Его будущего служения в Церкви немощнейшей, мы постигаем, что и в браке в Кане она все делала по желанию Христа и сообразно Его чувствам. Ибо только долготерпение Божие к немощи Церкви, как бы нехотя, а нежелание Господа стало причиной служения Богородицы внести ответственность перед главой ее. И тогда становится ясно, что Великий Отец Церкви, упрекая Святую Богородицу, упрекает не ее, а будущую Церковь за малодушие. И этим свидетельствует, что когда наступит пора возвращаться Церкви к мужественному состоянию, членам Церкви надлежит отказаться от постоянного вымаливания у Христа через Его Матерь, как грудные младенцы, исполнения всех своих малейших желаний. Надлежит исполниться строго в отношении к своим грехам, которые, исповедуя и во всем получая разрешение от Церкви, где действует бесконечная снисходительность Матери Господней, по существу бесконечное долготерпение Господне, мы точно же без зазрения совести снова продолжаем в прообразе своего будущего служения в брачном пире в Кане Галилейской. Святая Дева Мария стала перед будущим строгим толкователем Евангелия. Заметим, что толкование Евангелия святым Яном Златоустом Церковью почитается образцовым, как бы заслоняя собой свое любимое детище и принимая его вину на себя, не открывая это до времени никому в Церкви. И здесь опять созерцаем жертву Бога людям, показывать виновникам церковной немощи самого безвинного и любимого члена Церкви, чтобы этим крайним выражением любви снова и снова воззвать к ответной любви и жертве. Лже святые! Если же кто и подвизается, если незаконно будет подвизаться, не увенчивается. Второе Тимофей 2.5 Слышилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мной и даже не дал ему времени похоронить отца. Значит ли, что Господь отверг первого, лишил его возможности быть записанным в книгу жизни? Нет. Он только не призвал его к какому-либо определенному служению. Дан крест житейских испытаний и трудов. Любовь к Спасителю выразится здесь в приятии этого креста. И в последующих веках христианства многие хотели бы служить Христу особым служением, но не получили на то Духа Святого. Те, кто любил Христа, покорились Божьему решению. Однако не все. У человека есть свобода. Он волен не согласиться на духовно незначащий временный ничтожный удел. Посредством аскетических трудов, чрезвычайного усердия в благочестии, подражанием правилам чужого жития можно накопить большие духовные силы. И самовольно, распоряжаясь ими, человек станет творить чудеса и оказывать разную помощь людям. Но это будет не Христово добро, а магия. Большие дела без Христа только кажущиеся, они, видимо, в земной своей славе и могуществе. Но таят в себе страшный провал в небытие за ослушание воли Божией, за помеху домостроительству Христа. В мире они являются великим обманом. Вот что видел однажды прозорливый старец, пожелавший узнать, как разлучается от тела душа грешника и удостоенный видения древних потерей. Был болен в одном монастыре некоторые великие по имени отшельники ожидав своего часа. И видит старец огромный запас свечей и лампад, приготовленных для него. И весь город плачет о нем как бы потому, что Бог ради его только молитв давал всем хлеб, и воду. И весь город спасал Бог ради его. Если же случится с ним что-нибудь, все мы говорили, граждане, умрем. Когда же настал час смерти? Вот наблюдает старец и видит тартар адский с трезубцем огненным и слышит голос, так как душа его не утешила меня ни одного часа. И ты ее немилый, владей душой ее, ибо не получит покоя. И тот, кому относилось сие повеление, опустил огненный трезубец в сердце подвижника, многое время мучил его и исхитил душу его. Отличительный признак верных свидетелей Христа, тех, кто ищет славы, пославшему их, необычайная скромность, неверие в свои силы. Они никогда по своей воле не начинают подвигов. Только настойчивый, непреодолимый голос духа заставляет их прервать обычное течение жизни, оставить простоту. Начинают подвиживаться, потому что они могут не начать, и тогда совершают дивные дела во Христе. Всегда ясно сознают, откуда их силы, и не только не хотят, но и не в состоянии приписывать себе то, что творит в них и через них Христова любовь. Напротив, лжесвятой, говорящий сам от себя, чувствует в себе силу, приобретенную тяжелым трудом, как свою собственность. Он верит в свое могущество, не может не верить, ибо не Дух Святой повелевает в нем, а он сам распоряжается накопленной силой богатством. Незваные, вторгаясь в невидимый мир духов, лжесвятые становятся господами чужой силы, неродной человеку, ибо получен насилием вследствие злоупотребления свободой Божией. И она губит их и всех соблазненных ими. Что увлекает христианина к лжесвятости? Главным образом самолюбия. Желание во что бы то ни стало отличиться, выделиться среди других, в этом их скрыта иногда даже не вполне сознанная цель жизни. Их сердце полно духов соревнований, и они не в состоянии обратить его горе, и терпеливо ожидать Божьих водительств, чтобы сам Христос отличил их и дал новое имя, как Он обещает каждому верному. Они спешат сами приобрести мирское имя, показывая вид, что служат Христу и ближним, иногда даже веря в это и обманывая самих себя. они роковым образом ищут славы себе, следуют по антихристовой дороге. Святой Максим Исповедник говорит, демоны ни целомудрия, ни ненавидят, ни постом не гнушаются, равно как ни раздаянием имени, ни странноприимством, ни псалмопением, ни прилежанием к чтению, ни уединением, ни высокими умозрениями, ни спанием на голой земле, бзением, ни всем другим, чем характеризуется жизнь по Богу, пока целью таких дел поставляется что-нибудь им угодное. Святой Бернард говорит ясно, все добродетели, сколько бы их не было, без любви нисколько не беспокоят демонов. Святой Иоанн Затаус так выражается о предстоятельстве церкви, не говори ни о посте, ни о ночном бодрствовании, ни о предстоятельстве. Если предстоятель не изнуряет себя голодом и не ходит босыми ногами, это нисколько не вредит церковному обществу. Но свирепый гнев причиняет великие несчастья. Как это узнать, что мои добрые дела есть служение Богу или сатане? Тот, кто может поставить себе такой вопрос, явно не служит Богу, ибо служащий Богу ясно различает в себе голос Духа Святого как угодно Духу Святому. Мы говорим подвига, потому что в обыденной жизни все эти дела совершаются в меру сил каждым христианинам. Если он поистине сын церкви, а не лжехристианин, и значит борется со своими страстями. Лжесвятость великое несчастье для церкви Христовой. Гораздо худшее, чем появление еретиков в первые времена христианства. Тогда епископы поставили, что вблюсти чистоту учения могли видеть уклонение от истины и на соборах установили догматы. Признак же лжесвятости невидим. Отсутствие любви иногда при необычайных подвижнических и иных подвигах и часто при благочестилищих слабностях способностях в богословии. Здесь кроется обман духовный. Настоящий образ антихриста. Как мы говорили ранее апокалипсис пророчествует, что это категория церковных людей не уйдет из церкви, будет таиться под личиной праведности до самого пришествия Христа. Приложение к первому тому Благовестие апокалипсиса Откровение святого Иоанна Богослова Суждением Христовой Церкви об Откровении святого Иоанна следует почитать мысли и чувства об Откровении святого Дионисия Репагита, ученика апостола Павла. Первый историк Евсевии, мученик Памфил, так излагает их. Некто из наших предшественников совершенно отвергали и всячески опровергали эту книгу. Рассматривая каждую главу порой они объявляли ее бессмысленной и бессвязной. Написал ее, говорили они, Керинф, основатель Ереси. Напротив, я не дерзаю отвергать эту книгу. Мое мнение о ней скорее то, что она выше моего собственного ума. Мне кажется, что каждый ее предмет заключает в себе какой-либо сокровенный и весьма дивный смысл. Если я и не разумею ее, то по крайней мере думаю, что в ее словах скрывается глубокое значение. Не следуя собственными рассуждениями, но, уступая более вере, считая их слишком высокими для моего постижения. Я не порицаю того, во что не проникаю. Напротив, непроницаемому, тем более удивляюсь, что не разумею его. После этого, говорит Есей, Дионисий пересмотрел внимательно всю книгу откровений и доказал, что ее нельзя понимать в прямом буквальном значении. Несколько позднее Дионисия святой Ирине епископ Леонский, ученик святого Поликарпа, ученика святого Иоанна Богослова, говорит, мы не решаемся об имени Антихриста сказать положительное мнение, потому что если бы об имени Антихриста надлежало открыто возвестить в настоящее время, то о нем возвестил бы тот, кто видел откровение, потому что оно было видимо недавно, почти в наш век, в конце царствования Домициана, значит, в 96-м году. Святой Иоанн Затаус написал толкование на весь Новый Завет, исключая откровение. Следовательно, и он не получил духа на его изъяснение. Итак, церковь не знает сокровенного значения откровения святого Иоанна, и в этом признается устами святого Дионисия. Однако неверно утверждение некоторых богословствующих, что церковь запрещала когда-либо толковать откровение. Она только не правду толкователей, и ни одной из существующих толкований ее не удовлетворяет. Поводом к тому мнению, что церковь запрещала толкование откровения, послужило, например, то, что хелиазм был признан ересью, но хелиазм тысячелетним царствованием. В истории обозначено известное движение, поднятое Монтаном в половине II века. Монтан попал в скорое воцарение Христа на основании слова откровения о первом воскресении и тысячелетнем царствованием со Христом, участников первого воскресения. Это движение погубило многих, вместе с Монтаном, ушедших в пустыню в ожидании Христа. Из того, что Монтанизм в церковь признан ереси, многие горе богословы заключают, что всякая мысль наступления в будущем таинственного времени, указанного откровения, есть вредная ложь. Мы знаем их горе богослов, зовем их горе богословом, ибо в конце откровения сказано точно, кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того Бог отнимет участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Конечно, все сказанное в откровении святого Иоанна должно совершиться, неизвестно только сроки и непонятно, как это совершится. О сроках свершения церковь имеет свое суждение. Вот что сказано в учебнике истории церкви, допущенной церковной властью к преподаванию в средних учебных заведениях. Подробности пророчеств, заключающихся в откровении, могут быть только поняты по исполнению их. Можно, наверное, утверждать, что наступят события, о которых Господь благоволит поведать миру. Откровение святого Иоанна раскроется, как совершеннейшая простота, подобно всему благовествуемому в Евангелии. Исчезнет кажущаяся очень загадочная и даже как бы спутанная вереница образов и аллегорий. То, что имеет в откровении первенствующее значение, найдет свое твердое и незыблемое выражение. Ничего противоречащего священного Писания и предания в откровении быть не может. Только жизнь в церкви обозначится с большей глубиной и полнотой. У святого Даниила пророка сказано, в последние времена знание умножится. Скажем прежде всего, как мы намерены изъяснять откровение святого Иоанна? Непострочно, не останавливаясь над каждым необычным выражением, это было бы бесплодным старанием прямо и буквально изтолковать откровение. Святой Иоаннисиар Репагид доказал невозможность такого толкования. В книге великого множества образов, аллегории, эпитетов, сравнений. Сокровенный смысл откровения скрыт за образностью он в самой глубине изложения. Такова особенность этого творения святого Иоанна Богослова. Только главная руководящая мысль, должностующая открытия толкователю, выводит из катакомбы красоты апокалипсиса. Тайна стиля еще и в том, что только при познании главных мыслей все части апокалипсиса оказываются глубоко связаны между собою. Без постижения мистической глубины откровения отдельные части его как бы распадаются на совершенно самостоятельные видения, не имеющие ничего общего между собой, внешне соединенные названием откровения святого Иоанна, что общего, например, между первой частью посланием Христа Семи Церквам Малой Азии и второй частью, где Агнис снимает печати. Даже способ изложения укажет части различный. В посланиях ясные получения, полезные для этих семи и вообще церквей. Всеобразная здесь или понятна само по себе или употребленно термин для тех веков понятный. Между тем, во второй части все иносказательное и до такой степени, что допускают, как будто, например, события по трубам семи ангелов, сколько уводотолкований. Но, конечно, это только так кажется, и первая и вторая части органически связаны между собою. Мало того, что Апокалипсис распадается на отделы, но и отделы прерываются главами, которые кажутся совершенно посторонними и излагаемым предмету. Но, повторяем, знание сокровенного смысла Апокалипсиса все, что кажущееся чуждым и несвязным, показывает, как необходимое и целесообразное. Образы находят свое место в строгом течении главного. Причем, все второстепенное и малозначимое обнаруживается не как бессмыслица, а вытекая из великой образности стиля, служит как бы красивой оправой сокровенному. Византия В 527 году Византии вступил на престол Естиниан. Это был человек с излучайной деятельностью, идеалистически настроенной, от природы доброй. Естиниан думал, во-первых, что царское призвание требует величия и грандиозности дел, и во-вторых, что все в государстве, также церковь, нуждается в царском попечении. Эти идеи зовут его к большой работе, и здесь трудно найти ему равных. Естиниан обладал чрезвычайной трудоспособностью, доходящей до подвижничества. Его прозвали бессонный государь, он отдыхал только 4 часа в сутки, был аскетически умерен в пище, кроме того, ревностный молитвенник. Естиниан ставил себе реальную задачу, величайшую из всех, какие могут явиться в помышлениях человека, оружием покорить весь мир и вести в нем истинную веру, которая соединит все народы в поклонении единому истинному Богу. Христианиший государь, так дегретировал Естиниан свое намерение, обязанности можно силой подчинить себе постепенно все народы, ибо там, где император будет господином, воссияет правая вера. Затем царь создает общие законы, воплощающие на земле высший разум и совершенную справедливость. Таково по мнению истиняна назначение закона. Воинский успех истиняна соответствовал его замыслам. Вот как оценивает его он сам. Никогда до времен нашего правления Бог не даровал римлянам таких побед. Возблагодарите небо, жители всего мира, в ваши дни осуществилось великое дело, которое Бог признавал недостойным весь древний мир. Что касается законов, то, конечно, всем известно, что кодекс истиняна пользуются до сих пор составители и творцы законов всех государств мира. Эта грандиозность всесветных успехов блистательно увенчилась великолепием строительных памятников Цареграда. Чудо-чудес собор Святой Софии, уцелевший до нашего времени теперь мечеть с заделанными мозаичными иконами и украшениями. Тогда появились в мире мозаиковые иконы с небывалыми эффектами. Ликование торжествующего христианства царит на этих иконах, сложенных как будто из самосветных камней и золота, сияние которых смягчено бархатным фоном. Таким же грандиозным размахом постройки отличался гипподром для конских христаллищ, выстроенный Ильяном, где собирались десятки тысяч зрителей. Здесь создались партии по цвету любимых наездников синий, зеленый и другие, истинян покровительствовал синим. И когда однажды зеленая, как это было принято Византии, заявлять свои политические требования, именно цирки, обратились к императору с какой-то просьбой, и он произошел бунт, охвативший большую часть города. Истинян хотел бежать, и были приготовлены галеры, но по совету жены Истиняна Феодоры усмирение бунта было поручено Велизарию, одному из великих мировых победителей. Он запер 30 тысяч мятежников в цирке и всех истребил. Третьей монументальной постройкой Истиняна был чудесный дворец императора, занимавший место, как целый город. Не нужно думать, что победа над зелеными есть некое исключение в царство недоброго Истиняна. Все его победы над миром для распространения повсюду правой веры носят такой же кроваво-бессмысленный характер. Ибо, как говорит история, византийские солдаты отвечали с храбростью, воодушевлялись на победу жаждой добычи. Дружным натиском они одолевали врага, затем грабили жители и разоряли страну. Но и само обращение в христианство носило принудительный характер. Истинян не терпел язычества, предписал всем креститься. Для выполнения своего предписания он применял террор в стране. Наступило обращение в христианство огнем и мечом. Еще при жизни Истиняна мощь его царства стала херечь и обширно государство распадаться, ибо сам он по смерти жены своей Феодоры, который болезненно был привязан, впал в апатию. Однако идеи им формулированные и неуклонно проводимые в жизнь насилием способствуют росту и целостности христианства, посредством оружия вводить правую веру и оружием вершить правое дело, просачивается как некая истина в сознании христианских правителей. Начинают истязать и губить физические еретиков, провозглашаются священные войны. До Истиняна идея насилия в делах веры, если у кого и появлялась, то точно сгорячо оспаривалась, как сугубо языческая. Истиной неоспоримой признавалось противоположное утверждение. Кровь мучеников способствует торжеству и распространению веры. И после Истиняна эта бесспорная истина, конечно, не исчезла, но сделалось возможным, что две противоположные истины стали как-то уживаться вместе в христианском сознании. Лжеистины Истиняна уже никто не оспарил в правящей церкви, напротив, ей стали пользоваться как равноправной с прочими христианскими истинами. Это непонятное явление и есть проникновение в храм антихриста, развитие тайны беззакония, страшное и таинственное помрачение любви Христовой. Является тенденцией во что бы то ни стало доказать, что идея насилия свойственна христианству. Для этого особым образом толкуются тексты из апостольских посланий, и даже на Христа возводится безумная клевета. Он взял бить, чтобы выгнать торгующих из крама, то есть употребил насилие, как пример для будущих начальников церкви. Такое толкование несомненно есть злое извращение смысла данного события и противоречия всей жизни Христа. Следует считаться в то, как толкуют великие учителя церкви апостольские изречения, чтобы понять, какую ложь, какая ложь кроется в утверждении, будто апостолы одобряли воздействие насилием и сами его употребляли. Например, святой Иоанн зато усюду можно сказать, спешит уничтожить самую тень обвинения апостола Павла в недоброте. Апостол предлагает исправлять в духе кротости, то есть крайне снисходительно, не сказав наказывать его... церкви в недоброте. в недоброте. Продолжение следует...